всем привет с вами я фермер баннерщик и это симулятор фермы 19 и я продолжаю здесь выживать на пытаться заработать денег ну и построить свою империю фермерскую сейчас я нахожусь рядом с картофельным полем пора первый раз кстати картошку буду собирать сначала нужно ботву удалителем собрать ботву а блин включить его надо и у моё фермер блин горе фермер так опустить его сначала нужно опускаем потом включаем поехали о собирается куда интересно одевается ну то есть я собираю ботву лишь как-то выгружать надо но нигде процента наполнения ничего не показывается наверно просто ботва как-то собирается а может быть просто она срезается и оставить остается на поле я не знаю но процесс вот вроде как бы идет и это очень хорошо а потом будем выкапывать быстро-быстро тут поле небольшое это не то что вчерашний пухли который я к пахал утра я так не дождался это подумал а вдруг она засохнет ну мало ли поэтому решил начать под утро у нас пять часов утра в нашем мире фермерском и мы собираем ботву кстати я посмотрел тут картошка не знаю как и похоронить пока но свиньи картошку тоже едят мимо ячменя так что картошку можно частично продать частично для свиней оставить ну как-то так но я еще ферму не построил да мне нужно денег заработать у меня денег всего лишь 16000 я не понял почему 16000 его моё это столько за аренду снялось погодь погодь так это не то не то где тут у нас статистика результаты вот я вчера заработал да это отлично спад скажи раз пашка земли давайте смотреть за сегодня у меня сняли минус 12000 расходы на аренду техники ё-моё вот ту технику которую я арендовал ну для вспашки земли каждый день по 12000 не многовато лет там вроде меньше было так стоп поскольку мне денег оставалось вот я вчера продал плюс заработал и ума и что-то мне не особо бодрит если честно надо поля срочно ехать пахать пока сутки не за не закончились и технику ту здорово издавать 16 в день сколько заработал поле спахал заработал 16 16 снялась ты реально много тут я погорячился наверно да я думал там в день по чуть-чуть будет сниматься а нормально так ладно разберемся сейчас самое главное нам картошку спахать правильно а стоп так у меня же техника которая картошку убирает сажает я же купил а тоже взял в аренду плюс трактор да и вот это все набежала ух ё тогда мы сейчас сделаем так картошку соберем эту технику мы в любом случае сдадим в аренду на 1 было и сейчас брать тогда меньше денег бы потратил ты я чуть не думал что в день так много аренды выходит в итоге вышло ладно разберемся разберемся не страшно продолжаем собирать потом сразу скопаем сейчас тоже торопиться не стоит уже за сутки заплатил но с другой стороны это конечно многовато сколько у нас 4 вида техники в аренде ну да нас получается около 7000 хотя не знаю за какую технику сколько дается там надо посмотреть есть ли детальное описание но эти трактором намного проще управлять после того вчерашнего а мощного трактора это конечно таким маленьким кажется едет собирает простой понятности да ё-моё один куст пропустил ни туда ни сюда так хочу делу давайте кругом ездить нам же тут не обязательно пахать да даже если пахать можно кругами ездить так лучше получается быстрее чем полосками поле у меня конечно не такой большой как то который я пахал вчера но с другой стороны она тоже не маленькая посмотреть сколько гектаров занимает но в любом случае это больше а чем на то поле которое мне было то это на той на том предыдущем участке который я заборол бывает так давайте до ездить кругами так проще я думаю будет и ботва тоже собирается все поле кончается по факту опа-опа-опа-опа-опа ну ладно продолжаем собирать в общем я почти почти собрал всю ботву с поля сейчас будем копать картошку интересно наверно будет процесс но может быть и не очень блин чуть-чуть осталось и пару кустов пропустил но посмотрим картошку ни разу не копал поэтому для меня это будет в новинку не знаю даже как это аппарат будет работать может быть он сразу будет на землю скидывать картофель хотя там должен быть должен быть какой-нибудь емкость для временного сбора но сейчас посмотрим прицепим и поглядим уже у нас уже утро значит собирать картофель будем при свете дня ну или утром немножко криво я вот теперь видно все масштабы поля по сравнению да с тем большим полем которые 10 гектар с лишним это мелочь и в принципе я собрал быстренько очень даже маленьким трактором так ну все да осталось еще чуть-чуть тележка у меня готова уже я не знаю может быть и придется модифицировать может быть сразу модифицировать мы сейчас посмотрим сколько на картофель и соберет примерно там можно модифицировать она у нас большая такая с крышей три порта сейчас у меня два борта стоят мы можем третий поставить чтобы поставить третий борт это надо ехать да это нужно ехать магазину тут рядом рядом мы сгоняем если что все поднимаем и выключаем давайте наверно магазин нам нужно магазин сгонять так посетить гараж аренда до в аренде у нас у нас в аренде еще шка бает я забыл вот почему так 16000 вышла до этого выходила но чуть-чуть у нас трактор большой в аренде комбайн в аренде а потом жадки в аренде потом вот это для уборки картошки в аренде плюс это в аренде плюс вот сколько у нас в аренде конечно я про комбайн совсем забыл когда комбайн был один в аренде там снималась по чуть-чуть а сейчас 6 видов техники понятно столько по 15 тысяч снимается это много давайте мы сразу не комбайн я сдавать не буду потому что в день с комбайна не так уж много идет и сейчас мы займемся посевами и все у нас будет тип-топ сдавать его не стоит а вот все остальное да сдаем так собственности а нет вернуть до техника возвращена так отлично ох я даже не знаю не знаю слишком много может быть трактор тоже вернуть а чем я зарабатывать буду на хотя бы еще одну поле спахать а потом уже вернуть на следующий день так как сутки начались но логично да за меня уже сняли нужно еще подождать и как раз и что не спахать попробовать логично логично давайте вернемся обратно я думаю сразу надо съездить а нацепить третий борт не знаю сколько картошки с этого поля соберется но я думаю нормально может быть даже не хватит мне этой тележки одной если не хватит мы в аренду еще возьмем или продадим сразу посмотрим так цепляем и едем наращивать третий борт но без крыши крышу ставить не будем по большому счету не нужно так стоп третий борт это конечно хорошо надо посмотреть какой тут уровень но в смысле какая высота может быть и до третьего борта не достанет надо же разобрать эту уборочную технику сейчас мы подъедем к ней да хорош пинаться так так нормально все нормально итак развернуть уборочную машину давайте развернем посмотрим вот такой уровень четко как не высоко куда же будет картошка скидываться выставить трубу сейчас проверим а выставить трубу посмотреть какой уровень до уровень большой то есть можно третий борт наращивать можно продумал по высоте не пройдет но тут наверное приспособа сделано для крупных грузовиков там с кузовом это все таки будет выше чем мой даже третий борт все поехали магазин ну не магазин а в этот а в ремонтную мастерскую когда разбогатею себе ремонтную мастерскую поставлю можно же на участке поставить ладно здесь до магазин недалеко мы сейчас быстро разгоняем надеюсь картошка за это время не пропадет потом мы собрали остальная картошка земли чё ей будет-то по идее ничего но если долго я так думаю запустить сбор она может засохнуть скорее все так чего с бензином технику отремонтировать надо и заправиться лад заправимся на обратном пути отремонтируем да прямо сейчас отремонтируем нам все равно туда ехать сначала трактор отремонтируем а потом с тележкой займемся так стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп стоять весь грязный конечно он постоянно в поле постоянно в работе так давайте починим 249 евро ну немного немного конечно учитывая то что у нас денег почти нету но пойдет чинить технику все равно на куда без этого то но это да тоже починим за 1 евро ну а почему бы нет давайте настроим нам нужно вместимость вот 12000 крышку стоять не будем зачем до крышку не будем все настроить и тут по нулям потому что я все это уже давно купил да великолепно вот теперь можно возвращаться но по дороге мы заедем на заправку заправим трактор там бензина еще надолго хватит ну почему бы не заправить тем более мы едем на ряд ушка там не так уж много будет по деньгам но относительно немного стоп начать заполнения чем можно прям здесь расход на топливо 76 евро нормально то есть не нужно обязательно туда заезжать а продать а что продать можно смотрите ну ка стоп а это что такое а это финансы это банкомат это банкомат смотрите кэш все я понял да на заправку заезжать обязательно не нужно можно рядышком стать и заправиться но погнали картошку собирать видим что сколько у нас там будет вообще по весу по объему и за сколько мы сможем все это дело продать вот ничего все интересует часть я хочу оставить а часть продать ну часть свиней оставить не знаю пропадет или нет картошка но будем надеяться не пропадет все давайте сбросим здесь стоит пойдем собирать момент идины так сложить трубу сложить трубу наверно трубу надо сначала сложить ну да мы же собираем пока опустить уборочную машину и включить с какого края начнем да давайте вот с этого наверно все равно туда подъехали уже неудобно маневрировать это да опустить опускаем и включаем все пошел процесс вроде как бы да о картофель наполнение идет все вроде вырыгнулась пошло наполнением как видите вот идет картофель а куда он наполняется не знаю но тут какие то же емкости есть туда на полняется наверно 2 процента от и тут нормально так получается. А что-то я не вижу то поле, которое собрано, и то, которое не собрано. Есть ли различия? Что-то различия не вижу. А как понять, собрали мы, не собрали? А, нет, есть различия. А вот этих точек нет. Ну, типа картофелинок. Все, я понял. Различия есть. Разберемся. Ну да, Батвуд мы сняли, получается, и остались вот эти точки. Картофельники, типа, торчат. Кустики. 14% мы заполнили уже. О, картошка едет, едет. Только куда она там складывается, я не знаю. Ну, вот так вот. Как-то так. Ну, давайте так же по кругу ехать. Какие у меня еще варианты. Разворачиваться просто неудобно с этой техникой. Реально, она слишком уж неповоротливая. Блин, блин. Ну, потом, те места, которые мы не собрали, мы соберем. Едем всего лишь 10 км в час. Ну, техника тяжелая, понятно. Так, собрали 29% 30. Ну, это, я так понимаю, заполняемость внутреннего бункера. Ну, вот тут какой-то бункер есть. Ну, да, типа, вот желтый внизу. Наверное, туда наполняется. Даже если какую-то картошку мы чуть-чуть не зацепим, ну, не соберем, ну, не страшно. Поле не мое было. То есть я пришел уже на готовенькое и не сажал ее. По факту я собираю чужой урожай. Ну, так как поле я купил, все, ничего не знаю. Урожай мой. Да, видно все-таки, вот, поле где собрано и где не собрано. Есть различия. Ну, вот я сделал один круг. По краю поля. И у меня 42% картофеля. Ну, заполняемость. Посмотрим, когда заполнится на 100%, сколько это будет, ну, по внешнему виду, по объему, когда буду загружать в прицеп. Там будет видно уже. Так, стоп, я понял, как надо делать. Давайте мы выключим уборочную машину. Выключаем. Подымаем. Мы будем по прямой ездить, вот, по длинной, по бокам не будем ездить. И будем здесь вот разворачиваться. То есть тут развернулся, потом подъехал. Встал ровненько. Во-во-во. Думаю, это будет оптимально. Опускаем. Включаем. То мы этот край не захватываем совершенно. 51%. Ну что же, продолжаем сборку. Осталось буквально 4% и все полностью заполнится. Большой спрос на портовой зерновой элеватор. О, как. Зерно нужно. Но зерна у нас пока еще нету. Стоп, 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 стоп. Куда ты разогнался? 97%. Опускаем. Включаем. А картошки тут реально много получится в итоге. Я еще очень много не собрал. Вроде она кажется широкой. Да, машина. А на самом деле там та часть, которую собирает, не такая же широкая. 98%, 99%. Сейчас будет 100%. Все, 100%. Выключаем. Что теперь нужно делать? Нужно выставить трубу, правильно? Выставляем. И разгрузиться здесь. И разгрузиться здесь. Нет, пока разгружаться нельзя. Нам же надо понять, куда мы будем разгружаться. Сначала подогнать прицеп. Сначала подогнать прицеп. Да, его мое. Столбы понаставили на моем участке. Беспредел какой-то. Так. Прицепили. Посмотрим, сколько сейчас займет мета картошка. Подъехать же еще надо ровно. Так. Стоп, стоп. Давайте проверим, ровно ли мы. Так. Тут нормально. Тут. О! Оно само начало загружаться. Смотрите. Картошка. То есть, когда увидел, куда нужно загружаться, поехала. 32, 35, 37, 39. А, это наполнение. Так, так, так. А как остановить, если что? 77 процентов. А, все, смотрите. Картошка кончилась. То есть, там наполняется на 100 процентов. А здесь у меня всего лишь на 77 процентов. Это хорошо. Но... Еще одну. Я не выдержу. Это где-то надо до 50 процентов насобирать. Примерно. Даже не 50 процентов. Где-то процентов 30. Заполнить машину картошкой и потом уже загрузить. Как-то вот так. И тогда здесь будет 100. Так, надо куда-то ехать продавать. Это слишком много. А куда продать? Можешь продать пока? Пока загружено. Проверим сейчас, куда можно продать картошку. Давай смотреть. Где тут спрос на товар был? Нет, это не то. А, вот. Нам нужен картофель. Картофель обозначается вот таким значком. Вот он. Портовой зерновой элеватор. 362 евро. 362 евро. 362 евро. 362 евро. Понятное дело, мы поедем туда. Портовой зерновой элеватор. 362 евро. Цена снизилась. Но это все равно выше, чем другая цена. Больше спроса нигде нет. Так, пометим место. Портовой зерновой элеватор. Открываем карту. И смотрим. Вот куда нам надо ехать. Ну, такое себе. Хотя на дорогу сейчас выйдем магазин и вот по прямой. Ага. Поехали. Надо продать картошку и посмотреть, сколько будет по деньгам. Чтоб примерно прикинуть, сколько я с поля заработаю. То есть собрал я тут от силы, ну, е-мое, не знаю, процентов, может быть, 10 с поля. Ну, ладно. Может быть, даже 15. Все равно это нормально так. Еще осталось. Не думаю, что картошка слишком дорого будет стоить. Хотя техника для сбора стоит дорого. В итоге картофель такой ходовой товар. Ладно, едем смотреть. И там теперь... И там как раз спрос был. Вот, появилась надпись. Но я не думал, что на элеваторе собирают картошку. Ну, наверное. Так, куда мне выехать? На какую дорогу? Стоп. Надо карту развернуть. Если я поеду по этой дороге... Да вроде по этой дороге нормально будет. А потом там выйдем напрямую. Можно, конечно, вообще по железке поехать. Но по железке это жестко. Так. Поворот сюда. Все верно. За этой машиной едем. Дай дорогу. Не видишь картофель везет. И вот здесь поворот. Ну да, тут по большому счету все рядом. Кажется, карта большая. А на самом деле не такая уж и большая. Вот зерновой элеватор. Ну, там, наверное, и картошку принимают. Так, стоп. Тут заезжаем. Да я не знаю. Давайте здесь... Да, вот мы как раз к окну продажи подъезжаем. Стоп. Они здесь... А, это мы место пометили. Окно продажи вон чуть дальше. Ну, я понимаю так. Где-то вот тут надо встать. Давайте карту уберем. Убираем карту и смотрим. Больше всего мне интересует... Деньги, деньги. Разгружать не нужно тут? Сейчас подойдем, посмотрим. Продать дерево. Какое нафиг дерево? Это не то совсем. Нет. Зачем дерево? А где картофель продавать? Внутрь... Сейчас заеду, опять картошка высыпется, и я ничего за нее не получу. Может быть, сюда надо заехать? Да не знаю. Давай попробуем. Да навряд ли, навряд ли. Это просто... Нет, это просто отмечено место, куда мне нужно было ехать. Ну, наверное, сюда. Других вариантов я не вижу. Там дерево продать. То есть, высыпать картошку придется сюда. Тут же зерно. Ладно, сейчас разберемся. Картофель. О, начать выгрузку картофель. Все верно. А как будем? Сторона разгрузки влево. Нет, не влево. Вправо. Сторона разгрузки в зерновая дверь. Сторона разгрузки назад. Во. Начать выгрузку. Ну что, начинаем? О, пошел процесс. Смотрите. Деньги, деньги прибавляются. Деньги идут, идут. Неплохо, неплохо, неплохо. 17 тысяч, 18 тысяч уже. Картофель кончается. Деньги идут. Сейчас посмотрим результат в финале. Доход от продажи урожая. 3 тысячи 300. Ну, если бы полностью было заполнено, ну, может быть, 4 тысячи было. 4 тысячи. Если там процентов 10. Слушайте, ну, 1040 я, наверное, поимею. Да ну. 10, 10. Ну, нет, 30. 30 тысяч, наверное, поимею с этого поля. О, 30 тысяч это уже хорошо. Ну что, я понял, где что продавать. Неплохо. А как же я это в тот раз зерно сыпал, а мне деньги за него не взялись? Почему? Или я не обратил внимания? Помню, ячмень тоже на элеватор отвозил. Ну ладно. А мы возвращаемся обратно. Нужно дособирать. картошку. О! Стоп. А давай-ка прогуляемся. Люди ходят тут. Пляж. Вот тут я ни разу не был на пляжу. Сухогрузы ходят там. Вон вдалеке плывет. Едет. Вот была бы тут еще рыбалка, помимо этого. Смотрите, лодки есть. На них, наверное, нельзя. Эх, я бы погонял, порыбачил бы. Нормально. Даже так тут все проработано. А вон еще там порт, наверное. Не, ну тут продажи рыбы и выращивания рыбы нету. А вот так бы я бы свою рыбную ферму открыл. Рыбное хозяйство. Такой небольшой заводик рыбный. Ну, это было бы классно. Ну, может быть, в дальнейшем доработают в каком-нибудь симулятор фермы там в 20-м, в 21-м. Ну, а что? Ферма бывает не только свиная там, да. Но бывает и рыбная ферма. И тут как раз все для этого есть. Пожалуйста, создавай ферму на воде и выращивай рыбу. Ну, вот идея разработчика. И я бы занялся рыбой. Тем более опыт у меня есть. Даже в реале. Ну что, мы едем обратно. А надо дособирать картофель. Так, мы правильно едем? Да, вот фиг его знает. Да, вроде да. Жалко, нельзя еще четвертый борт нарастить. Был бы вообще прикольно. Ну, хотя бы так. Так, поворот, поворот куда? Поворот. Можно вот здесь повернуть, да. Тут ориентир я уже вижу. Магазин. Тут карта нам уже не нужна. Уберем ее. Ну, если честно, я думал, что картошка будет подороже. Но, с другой стороны, мы сейчас соберем ее всю, всю продадим. И потом уже будем смотреть. Для свиней ничего оставлять не буду. Да, для свиней и картошки тоже нужно, но потом. Потом, потом, потом. Все потом. А сначала нужно ферму построить. Сначала на нее надо денег накопить. Потом построить ее. То есть, дел еще полно. А деньги мне нужны прямо сейчас. Поэтому собираем пока картофель. Ладно. Ну, вот смотрите, какое небольшое поле я собрал. Вот с одной стороны полоска, и с другой такая же. То есть, в принципе, мне еще нормально осталось тут картофель. А продолжаем его собирать, конечно же. И посмотрим, сколько потом будет у нас прибыли. Так, сдадим чуть назад. Ах, не так, не так. Нужно сложить трубу для начала. О, трубу складываем. Не поворотливая, да. Техника большая. Ну, а большая техника вся не поворотливая. Что ты хотел? Давайте теперь с этой стороны будем заезжать. Какая по большому счету разница? Да никакой. Так, и включаем. Ну что, погнали дальше. Пошел процесс сбора картофеля. 97% еще насобирал картошки. Ну, чуть-чуть еще осталось, и будет 100%. Плюс я загрузил уже один прицеп. Не полностью, конечно. Сейчас я попробую загрузить по максимуму. Давайте. Оп-хоп-хоп-хоп. Поворот. Отлично. И почти 100% сейчас будет. 99, 100. Все, вырубаем. Так, давайте здесь остановимся. Ну что, это будет вторая у нас. Второй прицеп, вторая партия, так сказать, картофеля. А сейчас я хочу загрузить полностью. Как видите, у меня уже один раз загружено было. То есть, из комбайна, ну, из этого вот агрегата, я уже третий раз буду высыпать. Так, все, прицепили. Хочу посмотреть, загрузится ли он полный, и остановится ли он после загрузки. Ну, то есть, загрузится 100%, будет ли дальше картошка сыпаться или нет. Или как бы все. Это интересно посмотреть. Ну и, конечно, так как ее больше складывать некуда, я еще раз съездю и продам. Без вариантов. Ну и смотрите по полю. Тут, в принципе, видно. Я собрал примерно чуть больше половины. Чуть больше половины, и три раза наполнил вот эту картофелеуборочную машину. Очень даже неплохо. Давайте выставим трубу. И подъедем чуть поближе. Все, поехал сыпаться. Сыпется, сыпется. 97, 98, 100. А, нет, все. До 100%. Дошло. И больше не сыпется. Но это неплохо. Давай, 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 давай. Давайте здесь бросим. Эх, еще бы одну. Партию загрузить, но нет. Так не получится. У нас всего лишь один прицеп. Интересно, побольше прицепа какие-нибудь есть, прям такие мощные. Так, тут мы опускаем. И тут 70% картофеля. 70% Ну что же, давайте до 100 добьем. Почему бы и нет. Так, включаем. Где-то здесь я полоску пропустил, помню, с картофелем. Где-то вот эта вроде полоска, да, была. Их видно. Которые вот пропущены. Надо их собрать. Там вроде чуть-чуть, да, но с другой стороны, зачем чуть-чуть составлять? Когда можно это все собрать? Нет, что-то тут пусто. Ну ладно. 70% я еще 30% могу забить. Поэтому давайте. Небольшой поворот. Ну да, чуть меньше половины поля осталось. Вот так полукругом ездию, ездию. Неплохо получается, даже приноровился немного. Уборочная машина слишком мало захватывает, то есть небольшую такую полоску картошки, поэтому приходится долго ездить. Она вроде кажется широкой, но на самом деле вот то, что захватывает, там, как видите, вот, маленькая-маленькая часть. Поэтому нужно ездить аккуратно и прямо по краю, чтобы она все захватывала, чтобы пустыха не оставляла. Пятен. Плюс спахать надо. Спахать я не знаю. У меня есть, конечно, вот эта дорогая техника, которую я взял в аренду. Стоит ли пригнать ее сюда, вспахать это поле большим трактором? Тут, конечно, за раз-два спашу его. Тем более за этот день я уже аренду заплатил. Сейчас мы попробуем продать всю картошку. Даже не попробуем, а продам я ее. Потом гляну, есть ли какие-нибудь заказы на вспашку полей. Если есть, то попробую спахать. Ну, чтобы отбить сегодняшние деньги, которые я потратил на аренду. Плюс обязательно спахать свое поле, вот это. И потом уже эту машину можно сдавать. Нет, трактор, конечно, мощный. Плуг большой, мне понравилось. Но платить по столько аренды... У меня же еще комбайн в аренде. Еще эта техника была. За комбайн платить еще ладно. Там недорого выходит. Я даже не замечал. А вот 15 тысяч сразу было ощутимо заметно. Сколько заработал, столько и потратил. Ну, 6 видов техники, это многовато на аренду брать. Если ты пока еще ничего не зарабатываешь. Но я почему-то думал, что аренда там небольшая будет. Но по большому счету, может быть, она и небольшая. Где-то 1000, 2000, 3000, да, грубо говоря. А умножить на 6, и уже получается 15. 18 даже. Ну, да. Поэтому часть техники сдадим. Ну, вот эту картофелеуборочную машину, это в любом случае... Мне сейчас не понравилось картошку собирать. Вот это агрегат не особо хороший. Нет, если, конечно, взять в аренду, наверное... Картофелеуборочную технику, там, в виде комбайна. Два в одном, как говорится. Там, наверное, покруче будет. Проехал один раз, сразу ботва удалилась. И сразу картофель собрал. Да и там размер это поболее будет. Той техникой, да, не спорю. Но на ту технику у меня пока денег нет, это слишком. Так, стоп, надо немножко левее-левее взять. А, 100%. А я думаю, что такое? Картошка не собирается. 100%. А что же, мы давайте остановим ее. Поднимем. И выставим трубу сразу. Все, 100%. Машина картофельная заполнена. Мы сваливаем отсюда, нам тут делать нечего. Надо отвезти проданную картошку. Мы два раза сразу отвезем. Да, скорее всего, два раза. Вот этот полный потом сгрузим, там неполный отвезем. И я думаю, то, что поле у нас осталось, как раз еще на два раза, чтобы съездить. Ну, примерно. Примерно, думаю, хватит. Там видно будет. Ну, и примерно прикинем, сколько я заработал. А, то есть это 3000. Я округляю, чтобы не считать эти копейки. Округляю, конечно, в меньшую сторону. Когда трачу, я округляю в большую сторону. А когда зарабатываю, округляю в меньшую сторону. Поэтому 3000 у нас есть. А сейчас, я думаю, за полный мы получим еще 4, это уже будет 7. Ну, еще парочку съездить, 15. Как раз эта картошка купит у меня аренду. Блин, это уже на то же. То есть можно было, говоря, да, не арендовать технику. Куда-то туда вроде поворачивать, если не ошибаюсь. Ну, не знаю. Не арендовать технику. Ну, тогда и картошку не получилось бы собрать. А мне поле нужно освободить. Да, кстати. Я же не только ради того, чтобы заработать большие деньги. Но и освободить поле. А мне нужно засеять другой культурой. У меня же комбайн простаивает. И разводить уже свиней. А картошка это было. Поэтому пришлось собирать. Ладно, мы едем опять туда же, на элеватор. Который принимает, я так понимаю, ячмень, наверное, и картошку. Все принимает. Ну, ладно. Почему бы и нет. О, поезд. Чих-чих-чих-чих-чих-чих. О, а поезд проезжает прям через элеватор. Прикольно. Но на нем картошку возить не получится. Хотя если прицеп подогнать, выгрузить эту картошку. А как тут выгружать? Тут не получится. Ладно. Вот мы и на месте. Сбавим скорость немножко. У, блин. Сказал же, сбавим скорость. Ну, куда ты едешь? Давайте чуть-чуть вперед еще. Вот так вот. Все. Начинаем выгрузку. Сторона разгрузки назад. Поехала. Тут уже 100%. А заполняемость была. И сейчас посмотрим в финале, сколько будет денег. Ну, я думаю, что 4000. А, нет. 3,365. Как так? То мы 70% выгрузили. Было 3,300. И сейчас 3,300. Что-то я не понял. Сейчас-то картошки больше было. Почему 3,300? Ну, хорошо. 6000 у нас заход на данный момент. Может, цена упала? Кстати, да. Цена может упасть. Давайте посмотрим. Мы же один раз привезли. Но тут требуется еще. Видите? Мигает. А, это... Снять отметку. Нет, мигает. Давайте посмотрим, где тут у нас. А, это не то, это не то. Вот картофель. 278. А, цена снизилась, наверное. Центральный зерновой элеватор. Точно. Портовой зерновой элеватор. Цена снизилась, поэтому цена получилась почти такая же. Нужно в центральный ехать. Там цена 324. А тут 278. Цена снизилась. Е-мое. После каждого раза надо проверять. Я еще не опытный чувак, поэтому... Не знаю. Центральный. Давайте пометим место. Теперь нужно в центральный в следующий раз ехать. А где он находится? Вот он. Центральный портовой элеватор. Вот буду знать теперь. Каждый раз перед продажей нужно смотреть. А я думал, один раз отвез. Ну, поеду туда опять отвезу. Оказывается, не так все просто. Цена. Цена упала. Немножко денег я потерял. Ладно. Отрицательный результат тоже результат. То есть 6 тысяч мы заработали. Поехали. Сейчас выгрузим картошку сразу. 70%. Так, сюда вроде надо поворачивать. Да, вроде сюда. И уже съездим на другой элеватор. Посмотрим, сколько там выйдет. Перед каждой продажей надо глядеть в оба. Я думаю, такой ошибки я больше не допущу. У меня первый раз. Так, ну что, мы рядом с магазином. Поэтому дорогу мы тут уже знаем. Так, и плавный поворот. Плавный, я сказал. Шип. Нам нужно подъехать сразу. в картофельной машине. И она сразу начнет выгрузку. Пошел процесс. Тут опять наполнится на 70%. Но мы сразу два раза отъедем. Потом еще два раза, чтобы съездить. 77% наполняемостью получилось. Во! Двинули дальше. Наша цель теперь... Центральный. О! На ранчо, смотрите. Ранчо тоже мигает. Стоп. А может быть на ранчо больше денег? Давайте на данный момент смотреть. Нет. Больше всего денег. 324 евро дается на центральном зерновом элеваторе. На ранчо 244. На ресторан... Смотрите, на ресторане больше стало. Упала, упала цена. Ну, я два раза на портовой зерновой элеватор отъез, поэтому цена упала. Ресторан... Нет. 324 евро центральный. Ну, и как тут подъехать? Далеко ехать. Сначала нужно с моей фермы выехать. У нас тут не такие уж хорошие дороги. А выехать напрямую... Ну, к магазину мы сейчас подъедем, а там уже разберемся. Там, кажется, прямая дорога прямо есть в ту сторону. Ммм... Стоп, 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 стоп. Нет, по этой дороге не поедем. Едем мы лучше до магазина, там я точно не заблужусь. Смотрим, сколько там будет денег. За 77 процентов. Ну, 6 тысяч я заработал. Часть я уже аренды отбил. Не то, что, конечно, хотелось, но... Хотя бы что-то. Так, вроде нам на эту дорогу... Стоп, нет. А можно и так вокруг объехать. Да, давайте не будем разворачиваться. Что так, разворачиваться, что так. Мы сделаем небольшой круг вокруг 13-го, 6-го поля. Ну, тут прямая дорога, тут не страшно. На сигнал машина никак не реагирует. Я думал, они будут в ужасе разбегаться. Но нет, как ехали, так и еду. Но мы их обгоним. Хорошо, что они гоняют не там, не по 70 километров в час. Вот я еду со скоростью 53 километра. Они едят километров 30, наверное, едут. Если бы они сильно гоняли, аварий бы достаточно было. Но тут ограничение же какой-то скоростью. Это я его не соблюдаю. А ограничения, да, есть. Так, здесь что-то, какая-то перемычка. Ну, типа, дополнительная дорога. Вот мы сейчас по ней проедем. Вот. И выезжаем. Прям как раз куда нам нужно. К леватору. Так, поворот. Аккуратно, аккуратно. Ох, ехо. Всю картошку рассыплю там. Да что такое. Заехал он называется. И потом вроде правильно я еду, да? Да, со скоростью 16 километров в час, но мы в гору ползем. А, тут дамба, плотина. Ну, а перед продажей, конечно, еще раз посмотрим. А то, может быть, пока я ехал, цена поменялась. И чтобы в цене не терять, я лучше съездю в другое место. Давай-давай, выравнивайся, дорога. Прям как-то жестко. А здесь я еще не был. Да, на пятом поле я был, но я где-то по другой стороне проезжал. Вот по этому мосту проезжал. А вот на центральном зерновом элеваторе я не был. А вот он, впереди его как раз видно. Ну, тут система, я думаю, такая же. Подъехал, разгрузился. И все. Осталось найти только это место разгрузки. А, так вот оно и есть, прям рядышком. Давайте смотреть цены сначала. Картофель на ранчо выросла, а на портовом упала. Ресторан. О, ресторан больше. Не, все равно, центральный дает больше всего. Давайте смотреть, что там по деньгам. Сторона разгрузки назад. Разгружаем. Все, денежки понемножку прибавляются. Картофель понемногу убавляется. Ну, хоть я понял, как что продавать. Правда, я первый раз, когда ячмень продавал, что-то не срослось. Денег мне почти не дали. Или я не заметил. Не обратил на это внимание. Может быть. Хотя нет, надпись появляется. Как я мог не обратить? 3011. Да ладно, блин. По деньгам вроде больше, а все равно 3011. Сот раз 300 было. 3300 евро, а тут 3011 евро. Ты что такое? Думал, больше будет. 324. Ну. Может быть, цена тогда больше была, когда я начал возить первый раз. Я не обратил внимание. 324. 245. Ну, как-то так. Ну, других вариантов у нас не остается. Поэтому возвращаемся обратно. И собираем тот картофель, который у нас остался. А как мы поедем? Надо посмотреть карту. Напрямки, через восьмое поле. Да, почему бы и нет. Итак, мы закончили убирать картофель. Это было, конечно, долго. Это было интересно. Но в итоге все завершилось. Смотрите, какая техника вся грязная, вся в пыли. Жесть. А была новенькая. Надеюсь, такую у нас возьмут. Так, ну что. 1,7% немножко не получилось заполнить. Ладно. 9000 евро мы уже заработали. Продав. Давайте мы ее соберем. Плюс у нас еще здесь почти полностью заполненная. И у нас еще есть часть картошки в прицепе. Я сейчас попробую прям доехать при помощи трактора, машину, довезти эту. И высыпать сразу в телегу. В прицеп. Почему я тележка постоянно называю, я не знаю. Ну вот. Как-то так вот. Так, так. Вроде ровненько, ровненько. Едем, едем. Пошел процесс. Сейчас наполним до 100%. Да, все полностью заполнили. Ну и поедем продавать картофель. А не знаю, какие сейчас цены. Сейчас поглядим. Где что и по каким ценам. Так, смотрим. Картофель. Центральный зерновой элеватор. 316. Самая высокая цена. Раньше 266. И ресторан 275. А где у нас ресторан находится? Ну-ка, давайте пометим место. Во, ресторан. Поехали в ресторан отвезем? Тут рядышком. Тут вообще прям рядом. Да, мы немножко в деньгах потеряем, но зато мы не поедем так далеко. Точно. Поехали в ресторан. А в ресторане я ни разу еще не был. Вот, отсюда даже видно. Так, а как мне там проехать-то? Ну, 3000 евро, я думаю, свои получу. Уже будет 12. Плюс еще немножко картошки. Да, пятнарик мы, наверное, заработаем. Но в итоге, то, что вот с меня сняли за аренду, столько мы как бы и заработаем. Но в следующий раз я буду умнее, столько техники брать не буду. Это да, я что-то не подрасчитал. О, мы на месте. Сторона разгрузки назад. Ну что же, начинаем выгрузку и посмотрим, сколько нам заплатят. Зато ехать недалеко раз, раз и все. И приехал. На бензине сэкономил немножко. 3.300. Что в предыдущий раз я ездил на центральный, там 3.99 было, а тут 3.300. Ну что, у меня 12.000 дохода. Ну, мы не считаем, конечно, вот эти 300, если их считать. Первый раз 300 было, второй раз сейчас. Это можно считать даже не 13, а 14. Ну, давайте посчитаем 14.000 дохода, значит, у нас в итоге. И мы сейчас... А мы тут проедем? Ох, не знаю, не знаю. Да вроде должны проехать, если тут не застрянем. Сейчас попробуем. Когда уже этот дом свой построят? Не пройти, не проехать. О, проехали. Ну, и попробуем сразу встать под эту уборочную технику, чтобы все высыпалось. И, наверное, опять в ресторане продадим. Да, а что тут рядом? Тем более, тут реально чуть-чуть осталось. Процентов 60 где-то будет. Не, 50 процента. Все. Едем обратно в ресторан. А я не знал, что с моим рядом участком ресторан находится. Буду знать теперь, где ужинать, обедать. Выгружаем. Тысяча семьсот. В итоге у нас получилось пятнадцать тысяч семьсот. Ну, давайте округлим. Пятнадцать с половиной тысяч. А за аренду у нас шестнадцать где-то получилось. Ну, почти тютелька в тютельку. А в итоге сбор картошки, я купил аренду всей техники. На сутки. Но теперь нужно технику продавать. Да, в любом случае. Нам техника для сбора картофеля уже не нужна. Не знаю, буду ли я сажать картофель в дальнейшем. Ну, если только будет много денег, я смогу купить вот эту крутую тачку для сбора и посадки. Так, у нас есть поле. Его нужно спахать. Ну, для начала, конечно же. Вот этот трактор. Этим будем пахать. Да я думаю, может быть сдать его. А сейчас давайте глядеть задание. Где тут они у нас? Вот. Перевозка, удобрение, культивация. А, это культивация. Удобрение, удобрение, посев, посев, удобрение, сбора, рожая. Перевозка, тюкование. Блин, спашка, полей нету. Жалко. Можно перевозить продукты, но это... Нет, это не то, культивация. А, это культиватор есть. Слушай, а у меня культиватор вроде есть. Можно попробовать. Ну, посев, конечно, мне не подходит. Удобрение, сбор урожая. Сбор урожая. Десять тысяч. Десять тысяч евро. У нас комбайн есть. Ну, тут я смотрю, какая-то особая техника нужна, да? Наверное, это не то, что мне подходит. Соберите урожай от вез, овеса на поле 19. Ваша цель раньше, отнесите его туда. То есть, надо собрать овес. Ух ты, а может быть взять? А, тысячи всего лишь. Ну, у нас все равно техника простаивает. Сбор урожая, овес. Да, давай возьмем. Какое 19 поле? Сейчас посмотрим, где 19 поле. Вот оно. А раньше? Раньше. 19 поле не так уж и далеко находится от моего поля. По прямой дороге. И по размеру она небольшой. Да, точно. Вот этот заказ мы берем. Принять контракт. Техника у нас есть. Но это мы будем в следующий раз делать. Сейчас нам нужно вернуться в магазин и сдать. Сдать арендованную технику. Гараж собственности в аренде. Вот эту мы будем сдавать, которую выкапывает картофель. Уборочная машина. Так. Вернуть. Да. Техника возвращена. Вот насчет трактора не знаю. Подождем до конца дня. Если не появится какой-то новый контракт, то скорее всего возвратим. Потому что каждый день столько денег за аренду платить. А у нас вот еще что в аренде. А я думаю, что такое? Полольники. Но это мне нужно. А может купить их? Они мне всегда будут нужны эти полольники. Ну в принципе да. Так. А как же купить? Растат рататион 1200. Да. Давайте вернем. Полольники. У меня был этот маленький за 18, за 35. А, нет. Я не смогу купить 35, а у меня 27. Ну ладно, вернули. Уже поздно. Прополоть я пока не смогу. Но если что, маленький купим. Ладно, давайте вернемся в гараж. И в итоге у нас в аренде осталось всего лишь 4 техники. Это комбайн. Я его оставлю. И вот этот тяжелый трактор. Не знаю. Скорее всего будем... Да, наверное, будем его отдавать. Главное, картошку собрали. В принципе, на этом все. Увидимся в следующий раз. Всем до встречи. С вами был я, фермер Баннерщик. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok